Добрый день, друзья! Сегодня очень важное, фундаментальное, планетарное, космическое, божественное послание, которое я отправляю в мир, дарю. Потому что будущее наше – это царство правды, это правдария, страна правдария, страна правды и дарения. Потому что дарить свое творчество, дарить свои таланты, дарить свое созидательный труд – это основа человека. И вот сегодня мы посмотрим таким большим спектром на все вместе, что есть сейчас на данный момент, что происходит, каковы наши перспективы, куда нам идти и на что опираться. Главное то, что Россия обрела свою идеологию – это сердечный правдоцентризм. Что такое идеология? Повторяюсь, идеология – это то, за что человек отдает свою жизнь, чему посвящает свою жизнь. То есть это некая сверхидея, сверхмечта, супермечта, божественная мечта, которой ему посвящают свою жизнь. И мы говорим, и я говорю о том, что Россия уже обрела свою идеологию – это сердечный правдоцентризм, который выражен в трех священных символах, знаках. Сейчас уже на данный момент я могу прямо говорить, потому что я тоже развиваюсь и двигаюсь, осознаю, что эти символы Ви, Зет, Зеро, которые интерпретируют каждый по-своему, имеют основание древесловецкой буквицы. Итак, Ви означает совершенная душа или Бог, Дух, Небо, Зет – это Земля, Мать, О – это Он, Творец. И эту аббревиатуру, этот символ можно читать по-разному. Сейчас его представляют, как говорится, в средствах массовой информации оно идет как зов. Зов чего? Зов предков, зов земли матери, зов Всевышнего. Послание Всевышнего, зов – это идеология русского мира. И вот я ее интерпретирую по такому, как говорится, смыслу. Это Ви – совершенная душа, Небо. Зет – Земля, Небо, Земля и О – одно. Соединение Небо и Земли. И читается как Ви-За. Ну, Ви-Зо читается как Ви-За. И я – Виза. Что такое Виза? Это мандат, это путь, это направление, это основа, это фундамент. Поэтому, когда говорим об идеологии, идеология, повторюсь, это, первое, это величайшая идея, за которую человек отдает свою жизнь. Чему он посвящает свою жизнь. Идеология – это сила. Идея дает силу, потому что просто идея, она может быть так. То есть, это сила побуждающего человека идти к этой сверхидее, к этой сверхмечте. И сила, энергия, поэтому русский мир, русская цивилизация обрела свою идеологию, которая называется сердечный правдоцентризм. И символом этого сердечного правдоцентризма являются эти символы, эти буквы. Ви-Зет-Зеро или Виза, или Зов, как кому удобно, как кому видится, как кто осознает. Но я вижу, что это читается как Ви-За. Ви-Небо, Совершенная Душа, Бог, Абсолют, Правда, Зет-Земля, Мать, О-Одно, Творец, Единство. Небо соединяется с Землей, и дают, это единство дают одно, и творят, творят новый мир. Например, Совершенная Душа Ви соединяется с Зет-Землей, Матерью, и они в союзе своем творят О-Он, переводится как древнеславянская буквица. То есть мы говорим о том, что эти символы Ви-Зет-Зеро, или Зов, или Виза, как я говорю, это древнеславянская буквица, имеющая основание в наших корнях, Зов предков, или Виза, Виза будущий мир, Виза перехода, путь перехода. Вот такова уже идеология у России, у русского мира, у русской цивилизации существует. Она везде запечатана, она везде шествует, она имеет в своем основании идеологию сердечного правдоцентризма, высшей смыслом, сердечного правдоцентризма, высшей мечтой является, чтобы человек пришел к свету. И поэтому главное заповедь, главное наставление сердечного правдоцентризма – «Живи сердцем, поступай по правде, и придешь к свету, станешь светом, ибо поступающий по правде, как говорит апостол Иоанн, идет к свету». Что мы здесь еще можем видеть? Что сверхидей, сверхмечтой, сверхцелью сердечного правдоцентризма является обретение человека, перехода в его, его, в лучистое существование, обретение нового тела, тела света, радужного света. И Константин Эдуардович Сынковский, великий, делал великое пророчество о том, что человечество в ходе своей эволюции перейдет в лучистое существование, обретет бессмертие и расселится по всей вселенной. Вот перспективы этого сердечного правдоцентризма. То есть высшей мечтой, высшей идеей, высшим идеалом сердечного правдоцентризма, итоговым, предельным, является обретение человеком, бессмертие, перехода человека в лучистое существование, световое существование, переход к новому человеку, человеку света, не только как бы излучающему свет, но и, как говорится, превращающемуся в саму энергию. Вот таковы перспективы этого учения. Вот такова идеал сердечного правдоцентризма. Вот таково, как говорится, направление. И поэтому мы должны понимать и знать, что наша священная древнеславянская буквица, виза Z-Zero означает единство, небо, V, Z, земли, матери, и которые в О, он, соединяются в одно и творят новый мир. Виза Z-Zero, виза. Сейчас Россия получила эту визу в будущее, в царство правды, в царство света, получила это учение для перехода, для движения к высшей цели, обретению тела света, или тела ваджи, ваджиного сияния, радужного сияния. Вот такова основа. И мы говорим, да, это хорошо, это высшая цель, а какова наша земная цель? Я тогда так говорю о том, что, повторюсь, идеология – это то, за что отдает человек свою жизнь, посвящает. Это величайшая сила, величайший символ, величайшая идея, величайшая мечта. И идеология – это то, что не просто дает мечту, но и дает путь к осуществлению этой мечты. В этом и есть название Дхармы. То есть цель – обретение тела света, а путь туда является через практику. А практика является живи сердцем, поступай по правде, и перейдешь к свету. Станешь светом. Вот такова величайшая космическая божественная глубина этой сердечной идеологии, которая ведет все человечество к переходу в лучистое существование, в новую физиологию, в новую трансформацию наших клеток, ДНК и так далее. И эта величайшая мечта, она осуществляется не только как в высшем смысле, но и в земном. То есть понятно, что есть высшее, а есть земное. А что же на земле? Мы стремимся к небу. Виза – это единство неба и земли, мужского и женского начала, которые творят новый мир. О, он – творец, творение. Виза. Мы получили эту визу. И этой визой является сердечный правдосцентризм, который представляет из себя алмазный, несокрушимый фундамент русского мира, русской цивилизации, на котором выстроится не только новая Россия, новая Россия, царство правды, которое называется правдария, правда и дарить, но и весь мир, будущий мир. То есть Россия получила, обрела это великое учение, этот великий путь с целью преображения человеческого тела в тело света и перехода туда, движения к этому. Вот. И заложила фундамент для всей эры, для всей цивилизации, для всего человечества, для того, чтобы на этом алмазном, несокрушимом, вечном фундаменте, потому что, когда мы говорим сердечный правдосцентризм и говорим, что это новое учение, оно не новое, оно новое, потому что мы его утеряли, и сейчас мы его обрели. Это не я придумал. Это записано в священных текстах Библии, Корана, Ведах, буддийских текстах, в зарастризме. Это написано у древних волхвов. Это написано в праведе наших, как говорится, вере наших предков. Все это, как говорится, взято, как говорится, не высосано из пальца. Это вечное основание, которое сейчас мы вынужденно обретаем, и превратилось это все в фундамент, алмазный фундамент русской цивилизации, которая ведет человечество все к свету, ведет не только к духовной цели, но и к материальной построению на земле, царство правды, которое я называю правдарие, правдой дарить. Итак, друзья, мы говорим, что Россия, русский мир, цивилизация, и как следствие цивилизации вообще будущего мира, эры света, эры добра, эры совести, эры процветания, вот, Россия обрела это, визу, получила мандат в будущее, получила документ, получила учение, получила дхарму с величием, великой целью обретения света. Вопрос, это фундамент. А на фундаменте теперь что? Что мы должны строить и можем строить на этом фундаменте? На этом фундаменте возводится здание. Это великие национальные проекты. И вот у нас сейчас как бы есть диалог с Алексеем Гапоновым, председателем Русского космического общества, и я предложил давную свою идею о русском, национальном, общероссийском, общечеловеческом проекте, который называется «И на Марсе будут яблони цвести». Есть прекрасная песня, которая написана художественному художественному фильму «Мечте навстречу». И речь идет о том, что о давней мечте человечества, о том, что человечество будет развиваться и будет осваивать космос, Вселенную вокруг себя, и что на Марсе будут яблони цвети. Это художественный фильм, который называется «Мечте навстречу». И я предлагаю этот общероссийский, национальный или даже мировой проект, потому что сосредоточие всех творческих, интеллектуальных сил нашей земли нуждается в том, чтобы объединиться на каком-то великом проекте. И вот мы уже слышим о том, что Владимир Владимирович Путин, уже Россия договорилась с Китаем построить базу на Луне, то есть этот проект, который уже осуществляется. Объединенные Арабские Эмираты в 2014 году начали свою, как говорится, звездную программу, и уже у них начался проект по осуществлению, по строительству, созиданию, строительству на Марсе. В течение ста лет эта программа будет идти на Марсе реального поселения. Россия собирается построить околоземный город. Город Правдарию, там у них, конечно, свое название. То есть речь идет о чем? Что мы, имея этот алмазный, несокрушимый, вечный фундамент русского мира, который говорит о том, что сила в правде, который выражается символами, древнеславянскими символами, виза или зов, мы теперь имеем возможность созидать эти проекты и привлекать, создавать эту уже земную... Мы сейчас говорили о том, что сердечный правдецентризм имеет в основе своей высшую цель перехода в тело-свет. Мы сейчас говорим о созидании царства правды или правдарии на земле, в материи, в нашем социальном обществе, в политике, в экономике и так далее. И должны быть на этом фундаменте взрасти, вырасти вот эти здания, эти суперпроекты, которые должны привлечь, переключить внимание и востребовать, востребовать у молодежи в первую очередь и у всей интеллектуального, разумного сообщества, востребовать их творческие, созидательные, интеллектуальные силы. То есть должны быть запущены эти проекты. И вот эти проекты должны стать общенациональными проектами, которые должны вовлекать человеческий ум, человеческие способности. Потому что я говорил и говорю, и буду говорить, что Россия две составляющие имеет. Это духовный центр всего мира. Основой духовности России является планетарная, общечеловеческая, вечная ценность. Это сердечный правдоцентризм. Правда превыше всего. И второе. Россия – это планетарная мастерская творчества и созидания. Мы стоим на этом фундаменте. И что мы делаем? Мы строим Царство Божие, Царство Правды, Царство Справедливости, Царство Света на Земле. И вот такими царствами, оно строится такими суперпроектами. И вот такой проект, такая манифестация этого проекта, как и на Марсе будут яблони цвести, может включить всех. И детей, и школьников, и студентов, и ученых. То есть это мечта, это супермечта человеческая. Для чего? Для того, чтобы она должна волновать кровь. Для того, чтобы мы сейчас в момент наибольшего разрушения, возможен момент наибольшего созидания. Чтобы мы переключали свое внимание от тех страшных, ужасных процессов, процессов, которые происходят с нами, на созидание. Что мы должны предъявить миру. И Всевышний Бог, Творец, Абсолют требует от нас, что говорит, вы хорошо, вы отвоюете свою правду, но что вы на этом фундаменте, на этом фундаменте сердечного правдозентризма будете строить. Вот от нас ждут таких суперпроектов, цивилизационных проектов, которые пробудят наш боготворческий, интеллектуальный потенциал для созидания здесь, на Земле, царства правды, царства Божьего, царства справедливого, царства, которое предполагает развитие человечества, развитие его творческой, божественной энергии. Потому что когда человек творит от Бога, он соединяется с Богом, он становится сотворцом. И это творение многомерно, потому что говорят, а, ну будем только запускать, как говорится, космические ракеты, строить, сажать яблони на Марсе, а вот это только одно. Нет, боготворчество или творчество предполагает великую многомерность. Кто-то творит, сидя в келье, мантру, молитву. И, как говорят древние, о том, что творящий молитву равен полководству, который, творящий молитву в келье, равен полководству, который ведет в бой. Потому что сила духа, сила творчества, она многомерная, и каждый творит в своей мерности. Его должно быть несколько таких проектов. Те, кто устремляются в космос, готовы вкладывать на свои интеллектуальные, творческие и созидательные силы, может, как говорится, вдохновиться. И дети могут начать рисовать не войну, а рисовать эти яблони, которые цветут на Марсе. Что да, мы осваиваем космос, мы идем в будущее. Это от нас требует усилий. Это наша мечта, это нас ведет. И поэтому я говорю о том, что этот проект, который называется... Я предложил Русскому космическому обществу инициировать его, который называется «Мечте навстречу». Мы перестали мечтать. Мы перестали... У нас нет то, что вдохновляет нас. Как говорили древние мудрецы, не стройте малых планов, они не имеют волшебного свойства волновать кровь. И вот такая волнующая идея, мечта, она должна быть реализована через реальные проекты. И я говорю об этом проекте, который называется «Мечте навстречу» или «На Марсе будут яблони свести». И это мечта, которая уже осуществляется Арабскими Эмиратами. И Россия своим духом, своим творческим потенциалом может включиться. Дети могут рисовать, проектировать, созидать. Это могут быть конференции, конкурсы, форумы и так далее. То есть надо поднять, надо пробудить это, понимаете, переключить от разрушения к созиданию. Это один из таких проектов, о котором я хотел бы сейчас донести. И поэтому хочу сказать, что Россия, сейчас обретя этот алмазный, несбывный, вечный свой фундамент, фундамент правды, правдивости, праведности, теперь должна строить здание, создавать, думать, работать над этим проектом. И мы должны сюда направить свои творческие, созидательные силы. И я повторю, что Россия – это духовный центр всего мира. И Россия – это планетарная мастерская творческого созидания. Потому что Россия обладает не только самым великим духовным потенциалом на Земле, но и самым великим творческим, интеллектуальным, разумным потенциалом. И его надо задействовать. Он сейчас как бы висит в воздухе. Его надо пробудить. Пробудить такими проектами, которые открывают. Открывают человеку душу, открывают ему к свободе творчества. И это творчество должно быть многомерно. Проектов должно быть много, на разном уровне, согласно человеческим, как говорится, качествам. Потому что будущее – это многоукладность, многомерность. Каждый в своей мерности исполняет свою миссию и в каждой своей мерности имеет свою мечту, имеет свой суперпроект, которым он предлагает свои духовные, интеллектуальные, творческие, созидательные силы. Потому что творчество – это то, что преображает мир. Я говорю о сияющем, потому что есть и темное творчество, о сияющем. Когда человек творит, он соединяется с Богом. Он выражает этот величайший свет на земле. Он его превращает. Мы родились на земле для того, чтобы стать со творцами. В высшем смысле мы идем к Богу, сливаемся с Ним, превращаемся в свет. А в земном, материальном смысле мы это реализуем в материальных наших делах, проектах. Фундамент есть. Сейчас надо заявлять, манифестировать эти проекты, включать сознание масс в от, как говорится, переключать от разрушения, от этого негатива, переключать на созидание. Потому что именно в момент созидания особо требуются позитивные, светлые проекты, идеи, мечты, модели и так далее. Все это надо поднимать, и все это мы можем делать прямо здесь и сейчас, манифестируя, запуская в пространство, коллективное пространство. Почему? Потому что сейчас сознание общества формируется в социальных средах. Социальная среда стала новой средой обитания человека. Социальная среда не побуждает человека к развитию. Не побуждает с его творчеством. Потому что человек просто сидит, смотрит и получает что? В удовольствие. Он получает удовольствие от всего, что угодно, даже от такого, от такого. Но среда, она не побуждает человека творить. Она побуждает только одно – смотреть. Получать удовольствие от среды. Поэтому социальная среда – это такое болото, в которое мы попали, сидим и в котором нам навязывают, как говорится, идеи. Те люди, которые управляют этой средой, управляют этой платформой, превращают нас в потребители. Социальная среда – это среда исключительно потребления. Я говорю о новой среде. О среде творчества и созидания. Творчество и созидания. Когда мы творим и делимся, дарим своим творчеством, мы не просто смотрим на это. Поэтому это многомерная задача, большая задача, которая заставляет нас переключиться. Переключиться от смотрения, как говорится, всяких там бесконечных, как говорится, рассуждений, которые идут в этой среде, которые не побуждают переключиться к себе, обрести свою правду и выразить свою правду через свое творчество. Твори себя и свой счастливый мир. Творчество преображает мир. И без творчества мы ничего не сделаем. Мы так и останемся средой, как говорится, которая просто глазеет в экраны гаджетов и дает то, что им дают. Поэтому это великий переход России. Первое. Обретается Россия, становится духовным центром всего мира. И второе, он становится планетарной мастерской творчества и созидания, в котором начинают работать, манифестироваться эти великие проекты строительства, созидания. Царство Божие, царство правды, царство света здесь на Земле. Вот о чем я хотел сказать. Но к этому видео побудило наш диалог с Алексеем Гапоновым, председателем Русского космического общества. И такая мечта, как и на Марсе будут яблони цвести, такая мечта уже осуществляется. И России тоже можно уже включаться, научиться мечтать. Нам не хватает мечты. Нам нужно возжечь свое сердце, свой ум, свой разум, интеллект. Возжечь к этой мечте. Посвятить его. Это очень интересно. Потому что тогда мы действительно начинаем созидать. Мы пока только защищаемся. У нас пока нет созидательной, как говорится, образа идеала. Идеалов. Не один идеал, не одна идея. Это цветущие яблони на Марсе. А несколько таких мощных, которые включают разную среду, разных людей с разными, как говорится, видениями, с разным своим талантом, с разными своими дарами. Но вот я говорил о том, что мир должен формироваться, будущий мир, на базе творческих мастерских. Глобально. Одна творческая мастерская творит проект осуществления строительства базы на, как говорится, на Марсе. Другая творческая группа занимается разработкой новых моделей экономических, политических, технологических и так далее. Вот мир разобьется, то есть основная ячейка общества, я имею в виду общественная, должна стать творческие мастерские. И творческая мастерская, она идет из того, что монах в Келле творит молитву, художник рисует картины, а огромное количество людей задействовано в программе перехода создания околоземного города, создания базы на Луне, создания цветущего сада на Марсе. Все, спасибо, всех благ, всего доброго. Продолжение следует...